Я рад быть у вас здесь в Екатеринбурге спустя некоторое время, видеть ваши столичные лица. И мы сегодня пока перед служением пили чай, и мы заговорили, что такое радикальное христианство. Елена говорит, а о чем сегодня будешь проповедовать? Я говорю, ну, вообще у меня тема демонология. И она сказала, может лучше о радикальном христианстве. Я говорю, ну, может в следующий раз. Но мы говорили, что такое радикальное ислама, что такое радикальное христианство. Так вот у нас родилось. Но мы сегодня поговорим о духовном мире, да? Потому что это тоже очень важно. Очень важно. Мы на самом деле можем говорить о том, что интересно, а можем говорить о том, что важно. Да ведь? Я верю, что говорить о духовном мире очень важно, потому что проблема современного мира, что в основе мы отрицаем духовный мир. Отрицаем духовный мир, который влияет на нашу жизнь. И вот как он влияет на нашу жизнь, мы рассматриваем в контексте Священного Писания. Потому что я верю, что никто не может нам открыть духовный мир лучше, чем тот, кто его создал. Господь Всемогущий, да ведь? Тот, кто был, есть и кто грядет, наш Господь Иисус Христос. Аминь. И два служения мы с вами уже говорили о духовном мире. Кто был хотя бы на одном служении? Ну, многие были, да? Одно служение мы говорили об ангелах, да? Мы говорили о том, что ангелы существуют, они реальны. Мы говорили о том, что они служебные духи, посылаемые на служение кому? Пророкам, учителям, евангелистам. Нет, всем святым. Если ты спасенный, ты рожденный свыше, и ты веришь в Иисуса Христа, как своего Господа Спасителя. Священное Писание говорит, что Бог посылает к тебе ангелов, чтобы ты мог служить Ему. Он посылает тебе ангелов. Так говорит Священное Писание. Второе служение мы говорили, и мы перешли к другому духовному миру. Мы пришли к духовному миру, где правит балом сатана, да? Сатана. И хотя сегодня это звучит в контексте мирового развития очень как-то старомодно, да какой сатана, мы изучаем эту тему не в свете современного мышления, а в свете Священного Писания. Да ведь? Потому что Библия, Священное Писание говорит, что Слово Божие, оно вовеки тоже. Да ведь? Спустя две тысячи лет еще, если Господь не придет, это Слово, оно будет так же актуально, как и сегодня, и как две тысячи лет назад. Потому что духовный мир, он не меняется. Священное Писание говорит, что Бог, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И с трудом мне верится, что сатана может покаяться и стать другом человека. Вот. Поэтому мы рассматриваем, что такое духовный мир, как он влияет на нашу жизнь. И, возможно, сегодня мы не успеем рассмотреть, как мы должны влиять на духовный мир, да? Но мы начнем и сделаем то, что мы сегодня успеем. Аминь. Итак, на последнем мы говорили, что Иисус говорил о реальности сатаны, да? О реальности. То есть Иисус Христос говорил, что сатана – это реальная духовная личность. И Иисус говорил о его планах. Кто помнит, что говорил Иисус о сатане? А? Да, велел сеять, как пшеницу, да? Сатана пришел к Иисусу и говорит, Иисус, сей их, как пшеницу. Было такое, да? Да, еще Иисус сказал, что сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Да, Он назвал его вором. То есть мы видим, что никакого благословения со стороны сатаны мы ожидать не можем. Мы ожидать не можем, да? Кроме того, Священное Писание говорит, что он враг душ человеческих. И мы говорили о том, что Иисус Христос раскрывал его планы, потому что ему выгодно оставаться в тени, ему выгодно разрушать человеческие жизни, человеческие судьбы, судьбы государств, и чтобы никто не догадывался, кто же все это делает. Апостол Павел говорит, что наша брань не против крови и плоти. Да ведь? Не против крови и плоти, но против кого? Против духов злобы поднебесной. То есть апостол Павел понимал, что за всеми событиями, которые происходят на земле, стоят не просто люди, а стоят какие-то духовные силы. И он говорит, что бесполезно воевать с людьми. Разбираться надо с духовными силами. Да ведь? Помните книгу Даниила, как Священное Писание говорит, что там Даниил постился, молился, и ангел от Бога был послан, чтобы принести ему ответ, но ему противостал князь Персидский. И это не был человек, да? Это было духовное существо, и там был послан еще один ангел. И в результате, через 21 день, Даниил получил свое откровение. То есть мы видим, что что-то происходило не на земном уровне, а на уровне поднебесия. Да ведь? Это проходило в духовном мире, хотя в физическом, может быть, ничего не было заметно. И поэтому так нам важно знать, что же там происходит. Хорошо. Давайте мы с вами посмотрим, и мы сегодня будем смотреть много местописаний, потому что это библейские курсы, да? А там, где библейские курсы, там меньше анекдотов, больше слова. Хорошо. Давайте мы с вами откроем Исаия, 14 главу, 13 стих. Готовы? А, у вас уже все готово. Исаия, 14 глава, 13 стих. А почему исход? Исаия. Исаия – это другой писатель. Хорошо, давайте читаем. «А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Итак, мы видим цель, из-за которой произошел вот этот небесный бунт. Помните, священное писание говорит, что «я видел сатану падшего с неба», говорит Иисус Христос, да? Помните, да? «Я видел сатану падшего с неба». У его падения была причина. Священное писание говорит, что в своем сердце сатана замыслил стать равным или подобным Богу. Это была его цель. Это была его цель, потому что Библия говорит, что он был настолько прекрасен, он был херувим осеняющий. Есть мнение, что он был лидером поклонения. И знаете, я не помню, здесь говорил или где, почему я думаю, что дьявол так ненавидит прославление. Помните, когда люди славили Иисуса, религиозные говорили, скажи им, чтобы замолчали, скажи им, чтобы замолчали. Помните? Как-то поживее. Помните, да? Вот. Почему? Я думаю, что потому что дьявол понимает, что это была его функция, славить Господа, но он ее потерял. И поэтому он сейчас ненавидит прославление. И поэтому сегодня всякие силы направлены, чтобы прославления не было. Чтобы прославления не было. Но мы должны быть теми, кто славит Господа. Аминь. Аминь. Хорошо. Итак, Священное Писание говорит, что он захотел стать подобным Богу. И он понимал, что Бог не допустит, и Бог не собирается пододвигаться, потому что Господь сказал, не отдам своей славы никому. И тогда у него возник план. Хорошо. Бог создал человека и дал человеку всю власть на земле. Помните, Священное Писание говорит, что когда Бог сотворил Адаму и Еву, Он все сотворил, и Он дал власть Адаму и Еве. Да ведь? Он сказал, все, даю вам всю власть. И мы знаем, что Сатана пришел, и что он сделал? Он обольстил Еву, и в результате Ева через грехопадение попала под власть Сатаны. И Священное Писание говорит, что весь мир лежит во зле. И поэтому, когда сегодня люди смотрят на этот мир, смотрят на этот мир, кругом войны, несправедливость, бесчинство, и чем дальше мы живем, тем больше это происходит. Согласны? Да? Или в Екатеринбурге, наоборот, все лучше и лучше. Морально становится. Мы верим, что лучше. Почему? Да потому, что Священное Писание говорит, что весь мир лежит во зле. Если весь мир лежит во зле, откуда здесь взяться чему-то хорошему? И когда мы говорим о Сатане, кем же он сегодня является? Иоанна 12, 31. Иисус ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И здесь Священное Писание говорит, что Иисус называет Сатану князем мира сего. Вот почему мы видим, что сегодня в мире столько беззакония, беспредела, бесчинства, потому что князь является миром сего. Человек сам отдал эту власть Сатане. Через обольщение, через грехопадение. И поэтому Иисус говорит, дьявол, он сегодня является князем мира сего. Что это значит? Это значит, что он правит мировой системой, включая падших ангелов и людей. То есть мировая система, включая людей и падших ангелов, они находятся под управлением князя этого мира. Находятся под управлением князя этого мира. И поэтому они исполняют его волю. Еще одно местописание, давайте прочитаем, Эфесиным, послание Эфесиным, 2 глава, 2 стих. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». И здесь апостол Павел говорит, что Сатана, он князь, господствующий в воздухе. То есть сильный лидер, царство которого в атмосфере земли. То есть Священное Писание говорит, он действует ныне в сынах противления. То есть Священное Писание говорит, что есть сыны противления. Кто такие сыны противления? Это те, кто противятся истине, те, кто противятся Богу. Сыны противления осознают. И Священное Писание говорит, говорит, что мы когда-то тоже в этом находились. Я не знаю, как вы, но лично, когда я был неверующий, я противился Богу. Я был сыном противления. Я не находил удовольствие в святости, я находил удовольствие в грехе. Может, я говорил, нет, но в школе, в классе, в пятом я даже вступил в кружок атеистов. У нас такая вожатая была, пионер-вожатая в школе, и она создала кружок атеистов. Но вот сейчас, вспоминая ее, я понимаю, что у нее что-то нездоровое было с головой. И она такая странная была. Я вот создала кружок атеистов. Я пришел туда, в этот кружок атеистов, и записался. И пришел домой, и говорю, маме, мам, ты знаешь, кто я? Она говорит, кто? Я говорю, я атеист. Она говорит, это кто такие? Я говорю, ну это те, которые против Бога. И на этом моя атеистическая деятельность закончилась. Но я был горд, что я атеист. И на протяжении всей своей жизни я был таким противником всего, что было связано с Богом. Я был сыном противления. Я не убивал никого, я не торговал наркотиками или еще чем-то. Я не был таким отъявленным преступником, но я был сыном противления. Все, что было связано с Богом, это отталкивало меня. Я не хотел ничего общего с этим иметь. Почему? Да потому что мы все жили в какой-то степени. Кто-то активней был богопротивником, кто-то неактивней, кто-то просто не верил. Но Библия говорит, что пока мы жили без Бога, мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, и были сынами противления. Это то, кем дьявол является. И когда мы сегодня говорим об этом мире, о людях этого мира, мы думаем, почему они нас не слушают? Мы им проповедуем. Ведь мы же хорошие вещи говорим. Какая жена не хочет, чтобы ее муж не прелюбодействовал? Какая жена не хочет? И мы приходим и говорим, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Ведь мы же говорим здравые вещи, да ведь? И все говорят, да, правильно, так должно быть. Мы говорим, ну так придите ко Христу. Нет, спасибо, мы уж как-нибудь без этого. Почему? Потому что живут по воле князя, господствующего в воздухе, сыны противления. Сыны противления. Кем еще является сатана после своего падения с земли? На землю, вернее. Здесь апостол Павел говорит, 2 Коринфянам 4,4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовеслования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И здесь Священное Писание говорит, что сатана назван Богом этого века. Что это значит? То есть в мире господствует система философии, которая отвергает истинного Бога и утверждает поддельные религии. Поддельные религии. То есть, по сути, в своем роде сатана добился своего. Он стал Богом этого века. Сегодня я смотрел такой ролик, как в одном из городов Америки, вылетело из головы, как его, как называется этот город, в 2015 году поставили памятник сатане в Детройте. Я хотел, чтобы показали, но сказали, что что-то у них не работает. Памятник сатане. Чтобы пройти туда, вход стоил 25 долларов. Там собрались сотни людей. Они заплатили деньги, чтобы прийти на открытие памятника сатане. На этот памятник ушло 100 тысяч долларов. Он весит около тонны. И он изображает человеческое тело, скаловое козла, с рогами. Там пальцы определенным образом сложены. Рядом пентаграмма. И самое, что интересное, около ног этого существа стоят два ребенка и смотрят на него. Смотрят на него. Вы можете посмотреть в интернете это. Два ребенка. То есть мы видим, что на самом деле то, что хочет сегодня дьявол, он хочет захватывать не только взрослых, он хочет захватывать детей. И мы видим, как сегодня это происходит. Да ведь? Мы видим, как это происходит через мультики. Мы видим, как это происходит через интернет. Мы видим, как там промываются мозги в мультиках, в интернете. Сегодня мультики. Но это не три поросенка, которые мы раньше смотрели. И даже не «Ну погоди». И не даже такой жестокий мультик, который мы смотрели про кота Леопольда. «Леопольд, выходи, подлый трус». Вот «Леопольд» — это был, наверное, самый жестокий мультфильм в истории нашего детства. Но то, что мультфильм показывают сегодня. И вот у этого памятника сатаны стоят два ребенка, и они смотрят на него. И там можно приходить, садиться на колени этому сатане, фотографироваться с ним. То есть это происходит сегодня. И этот памятник хотели поставить в другом городе, по-моему, в Оклахоме, напротив десяти заповедей. Там есть памятник десяти заповедей. И хотели напротив памятника десяти заповедей поставить памятник сатане, чтобы люди приходили и поклонялись туда. То есть своего рода Священное Писание говорит, что дьявол является Богом сего века. И там, в Детройте, находится центральный офис церкви сатаны. То есть существует церковь сатаны, где люди приходят, и когда открывали, снимали покрывало с этого памятника, там люди кричали «Слава сатане!» «Слава сатане!» То есть сегодня мы поем «Слава Иисуса!» Есть те, кто поет «Слава сатане!» и посвящает ему жизнь, и посвящает ему гимны и делает это довольно-таки проактивно, чем христиане служат Господу. И поэтому Священное Писание говорит, что он Бог сего века. Давайте посмотрим, кем еще назван. Князь демонов Вильзивол, то есть господин мух или господин обители. Матфея 12, 27. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть мы говорим о серьезных вещах. Почему сегодня весь мир лежит во зле? Кем, кто сегодня управляет этим миром? Матфея 12, 27. «И если я силой Вильзивула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьи силой изгоняют. Посему они будут вам суднями. Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». То есть Иисус здесь называет сатану Вильзивулом. Вильзивулом, что значит? Повелитель мух. Это указывает на то, что в подчинении сатаны находится некое количество падших духов, которые мучили людей. И Священное Писание говорит, что Иисус постоянно сталкивался с этими духами. Помните, Он изгонял бесов, которые являлись причинами немоты, глухоты, сгорбленности. Иисус постоянно сталкивался, и Он являл духовный мир. Он являл реальность духовного мира. И люди были в шоке, когда они все это видели. Иисус показал, вот причина ваших бед, страданий, ваших мучений. Это духи злобы поднебесной. Вот эти подчиненные. Давайте еще одно место прочитаем в подтверждении этого. Это Откровение 16.14. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань. Вон и великий день Бога Вседержителя. И здесь в Откровении написано о бесах. У нас не так много времени, чтобы подробно разбирать, кто такие бесы. Но есть, кто такие бесовские духи. Есть две версии про схождение бесовских духов. Первая версия, она говорит о том, что до Адама существовала какая-то раса. И эта раса была, она как-то погибла. И вот души или духи этой расы, они стали бесами. Но знаете, Писание нигде не говорит, что до Адама была какая-то раса. То есть Священное Писание говорит, что Адам был первый человек, сотворенный на земле. И только после грехопадения на земле начала царствовать смерть. То есть только когда произошел грех, на земле появилась смерть. До грехопадения на земле не было смерти. И поэтому никто не мог бы умереть на земле до грехопадения. Вторая версия говорит о том, что вот эти бесовские духи, это также падшие ангелы, которые вместе с сатаной взбунтовались и стали вот этими бесовскими духами или нечистыми духами, которые мучили, которые терзали и которые продолжают творить то, что им повелевает их господин сатана. То есть это реальность духовного мира, реальность духовного мира, которую мы видим на протяжении всего Священного Писания. И сегодня они никуда не делись, они сегодня не исчезли, они сегодня не в аду, они сегодня не в преисподней. Есть какая-то часть ангелов, которые содержатся по вузах, но основная масса, они также продолжают быть в Поднебесе, они также продолжают ходить по земле, они также продолжают мучить людей, терзать, издеваться над людьми. Это то, что происходит сегодня реально. Сегодня реально. Если вы придете, я не знаю, в психбольнице или еще куда-нибудь, я так думаю, что там немало людей, которые не просто больны, а которые одержимы. Которые одержимы, и они нуждаются не в лечении, они нуждаются в освобождении. В освобождении. Аминь. Что-то так тихо. Ты о чем говоришь? Какие бесы. Хорошо. Это мы просто описали духовный мир, кем является сатана сегодня. Мы не можем взять все, я беру только некоторые вещи. И давайте посмотрим, какая же у него стратегия у сатаны. Помните, апостол Павел говорил, что нам не безызвестны его умыслы. То есть Павел говорит, что что хочет сатана? Он хочет постоянно наносить ущерб, чтобы нам не нанес ущерба сатана. Многие трагедии или проблемы, которые были в нашей жизни, они были принесены, или какой-то ущерб был принесен именно сатаной. Именно сатаной. Потому что так говорит Священное Писание, чтобы не нанес нам ущерба сатана. И какая же его стратегия? Что он делает? Смотрите, Матфея 12,43. И это не то, что мы просто должны знать. Понимаете, вот эта тема, она практична. Она практична, потому что, помните, Библия говорит, что никакое оружие, сделанное против вас, не будет иметь успеха. То есть против нас сделано определенное оружие. Против церкви сделано определенное оружие. Против тебя, как дочери Божьей или сына Божьего, как верующего в Священное Писание, сделано определенное оружие. Об этом говорит апостол Павел, ибо ни одно оружие сделано против нас, и мы должны понять это, что против нас сделано оружие. Что это за оружие? Как оно действует? Кто им управляет? И дальше написано, не нанесет нам ущерба, вреда. Почему не нанесет ущерба? Просто потому, что мы дети Божьи? Или почему? Что нам делать, чтобы нам вот это оружие не нанесло ущерба? Что нам делать? Как нам жить в этом мире греха и порока? Вот об этом говорит Священное Писание. И если мы это будем просто знать, но не будем применять в своей жизни, то пользы от этого, поверьте, не будет. То есть мы можем много знать, но не применять это на практике. И это просто останется знанием. Это останется мертвым грузом. А Затана будет просто наносить нам ущерб. Мы будем знать, но он будет наносить нам ущерб, потому что мало знать. Важно взять и делать это. Важно взять и поступать так, как учат Священное Писание. Аминь. Что, не слышал ответ? Хорошо. Матфея 12, 43. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И придя, подходит, а находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым уродом. Итак, мы видим, что Иисус говорит о злых духах. Священное Писание говорит, что цель злых духов – взять контроль над человеком. Смотрите, Священное Писание говорит, он ушел оттуда и ходит, и не может найти покоя. То есть, если мы исследуем это местописание, то мы понимаем, что пока злой дух, он не найдет контроль над каким-то человеком, он беспокойный. Он ходит, как рыкающий лев, говорит Священное Писание. Он ищет и говорит, где же тот человек, в которого можно войти, где этот пустой дом, выметенный, чистый. Он ходит по безводным местам, хотя на Урале здесь воды много у нас. Вот он ходит и он ищет, и когда он находит чистый, нечистый, никем не занятый дом, он говорит, вау, я нашел свой обитель. Он входит туда и не просто входит, он берет с собой семь более злейших, и они входят туда. И с таким человеком бывает последнее хуже первого. То есть, мы видим, что цель сатаны – завладеть человеком. Почему? Почему для него так важно завладеть человеком? Потому что сатана – это духовная личность, это дух. Да ведь? И он не может действовать в физическом мире без человека. Понимаете, чем я говорю, да? То есть, чтобы что-то делать в физическом человеке, ему, в физическом мире, ему необходимы люди. И поэтому он ищет, в кого вселиться, он ищет, кого использовать. Знаете, очень часто говорят, что сатана, он ничего не придумает, он подражает. Так вот, Священное Писание говорит, что Дух Святой, он хочет вселиться в людей и жить в нас. Дух Божий. Да ведь? Согласны? То есть, человек создал, Бог создал человека, чтобы человек был его храмом. Писание говорит, Бог не живет в рукотворенных храмах. Мы сегодня ехали сюда на машине, проезжали много деревень, в которых стоят церкви, наполовину разрушенные, но их восстанавливают там купола. И по сути, Богу не нужны эти храмы, Богу не нужны эти золотые купола. Ему нужны посвященные люди, кто скажет, Иисус, войди в мое сердце и сделай меня своим храмом. Иисус, вселись в меня и используй меня для твоей славы. Да ведь? И когда-то мы это сделали, когда-то мы, верующие, это сделали, мы сказали, Иисус, вот я, открывай свое сердце, войди в мою жизнь, используй меня, как ты хочешь, как можешь, насколько я способен быть твоим служителем. И что-то в нашей жизни начало меняться, да ведь? Согласны? Или ни у кого ничего не изменилось? Я не знаю, я до неузнаваемости изменился. Почему? Потому что я пустил Бога в свое сердце. Так вот, Священное Писание говорит, что Сатана, он хочет то же самое. Он хочет вселяться в людей для того, чтобы использовать их для распространения Его Царства. Как распространяется Его Царство? Через грех. Писание говорит, что грех – это причина смерти. Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. Писание говорит, что грех – это жало смерти. То есть, чем больше людей живет в грехе, распространяет грех, тем больше смерть распространяется по лицу земли. Мы видим, сколько сегодня войн на земле. Мы видим, сколько сегодня на этих войнах погибает детей, мирных жителей. Мы видим Украину, мы видим Сирию, мы видим Афганистан, Ливан, мы видим Африку, где постоянная революция. Мы видим, и там гибнут люди. Сегодня. Кто за всем за этим стоит? Почему эти люди, начальства, они принимают решение взрывать, бомбить, убивать? Потому что, как мы с вами читали в книге «Откровения», бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли. И знаете, какая самая главная цель сатаны? Захватить царей земли. Именно поэтому апостол Павел говорит, молитесь за начальствующих. Потому что чем больше власти у человека, тем больше он может сделать зла. И если этот человек находится под влиянием демонических духов, он может сделать очень много зла. И поэтому мы видим сегодня эти войны, кровопролитие, убийство, нищету, голод. Хотя на земле средств достаточно, чтобы каждый человек был накормлен и одет. Но Писание говорит, что высвобождаются вот эти злые духи, которые берут власть над царями. И эти цари распространяют то, что мы сегодня видим. И поэтому призвание церкви молиться за царей, молиться за президентов. Для чего? Я не знаю, как вы, но я молюсь, чтобы к власти приходили люди, но хотя бы не рожденные свыше, но хотя бы у которых есть совесть. Которые хотя бы немного понимают, что и над ними есть Бог. А если придут рожденные свыше люди к власти, президенты, это вообще будет отлично. Которые будут знать, что над ними Бог, которые будут знать Священное Писание и будут ставить таких же рядом с собой. Помните, как Давид говорит, нечестивый не во дворица. То есть, когда Давид был царем, рядом с ним не было нечестивых начальников. Потому что он сам боялся Бога. И потом Писание говорит, молитесь за царей. Почему? Потому что демонический князь этого мира, он хочет управлять через царей и распространять зло во всей земле. И церковь это то, что должно этому противостоять. Понимаете? Вы слышите меня? Почему? Потому что церковь это столб утверждений истины. Церковь не должна заниматься политикой. Церковь должна заниматься проповедью Евангелия. Церковь должна заниматься распространением Божьего Царства. А кто такая церковь? Это ты и я. Это мы. И поэтому стратегия дьявола — это вселяться в людей, брать их под свой контроль. Возможно, мы будем говорить о влиянии духовного мира на христиан, как относятся к нам. Смотрите, давайте посмотрим пример из Библии. Лука 22 глава 3 стих. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». То есть для того, чтобы предать Иисуса, сатане нужен был человек. Да ведь? И он не мог войти в любого. Он не вошел в Петра, он не вошел в Андрея, он не вошел в Фому, не вошел в Арфоломея, он вошел в Иуду. Почему? Потому что Иуда был расположен для этого. Потому что Иуда был вор. И Священное Писание говорит, что он был неверующий. Я вообще не знаю, зачем он ходил за Иисусом Христом. Но Иисус от начала знал, кто предаст его. То есть и Иуда был тем человеком, в которого вошел сатана, и через которого Иисус был предан. То есть для этого был необходим человек. Чтобы Иисус был распят, его должен был предать Иуда. Человек. И для этого сатана вселился в него. Еще одно место, давайте посмотрим. Ефесианам 2.2 мы с вами читали. Здесь написано, что князь действует ныне в сынах противления. То есть опять же мы видим, что дьявол находит людей. И он действует в них и через них. Они названы сынами противления. Помните, когда Иисус ходил по земле, он говорил фарисеям, говорил фарисеям, вы сами не входите в царство и желающим войти не даете. То есть они противились всему, чему учил Иисус. Они противились всему, что Он делал. Они говорили, что Он одержимый. Они всячески говорили про Него ложь. Они противились Ему. Потом апостол Павел говорит, что куда бы Он ни приходил, иудеи противились Ему. Почему они противились Иисусу? Почему они противились Павлу? Да потому что они истыны противления, через которых действует князь этого мира. Именно поэтому сегодня очень часто церковь сталкивается с противлением. Да ведь? Вы когда-нибудь испытывали противление? Когда вы кому-то проповедуете? Или почему в последнее время так вдруг церковью заинтересовались налоговые, ФСБ и все прочие? И что вдруг так все раз и все? Почему вдруг стали реабилитационные центры от церквей ворошить, пасторов вызывать в суды, штрафы налагать на церковь? Почему выпускаются законы, которые говорят, не проповедуйте где не надо? Проповедуйте только там, где вот вы собираетесь. А Иисус сказал, идите по всему миру и везде проповедуйте. Да ведь? Почему эти законы? Потому что церковь, которая проповедует Евангелие, она будет сталкиваться с противлением. И это нормально. Потому что в этом мире дьявол до сих пор остается князем. И церковь, несущая истину, и свет Евангелия, она всегда будет сталкиваться с противлением. И это не должно нас удивлять. Потому что дьявол по-прежнему князь этого мира. И он берет под свою власть царей и всех прочих. Давайте посмотрим, как же дьяволу удается входить в людей, порабощать их. Какие его стратегии. Иоанна 8, 44. Иоанна 8, 44. Смотрите. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это очень важно, дорогие. Я еще раз говорю, очень важно. Потому что твоя и моя душа, она цена для Господа. Она цена для Господа. Бог любит тебя. Он любит меня. Он хочет, чтобы в один день мы вошли в обетованную землю. И Писание говорит, там у нас есть обители. Он хочет, чтобы мы прошли до конца. И Он хочет, чтобы мы знали, как пройти до конца. И не просто пройти, а распространять Его царство. Забирать с собой людей. Здесь еще. Больше и больше. Это наше призвание. Смотрите. Иоанна 8, 44. Здесь Иисус говорит. Ваш отец дьявол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть Иисус открыто говорит фарисеям. Он говорит. Ваш отец дьявол. Он был человеку-убийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Итак, самое первое, о чем мы скажем. Одно из самых основных оружий сатаны, через которое он действует, это ложь. Священное Писание говорит, что он отец лжи. Что это значит? Это значит, что ложь появилась от сатаны. Вот пока сатана не стал падшим ангелом, лжи не было. Ложь родилась сатаной. И Священное Писание говорит, что он лжец и отец лжи. Ложь – это его оружие. Кому из вас, когда-нибудь, даже будучи верующим, приходила в голову мысль, наверное, Бог меня не любит. Кому-нибудь приходила такая мысль в голову? Я часто сталкиваюсь с такими людьми, которые говорят, Бог меня больше не любит. А кто думал, наверное, Бог меня больше никогда не простит? Вы что-то делали, согрешали? Ну, согрешаем ведь, правильно? Писание говорит, кто не согрешает, тот человек совершенный. Но хотя бы в Слове согрешаем. Да ведь? И ты приходишь и говоришь, Господь, я каюсь перед тобой, прости меня, пожалуйста, и вы понимаете прощение. И вы идете, и вы опять согрешаете. И вы опять приходите и говорите, Господь, прости меня, пожалуйста. И вы принимаете прощение, и идете. И третий раз согрешаете. и вы уже приходите и вдруг вам приходит такая мысль в голову и что, ты думаешь, Бог тебя будет прощать? да ты уже достал его с этим грехом тебе уже нет прощения, ты уже столько нагрешил так нагрешил, и ты даже можешь не каяться, Бог уже тебя не простит, я знаю христиан, ну не знаю насколько они сейчас христиане которые так сидят они не ходят в церковь, и они говорят Бог меня больше никогда не простит мне нет прощения Бог больше меня не любит, я больше не нужен Богу, масса людей сегодня сидят и говорят так, почему? потому что Священное Писание говорит, что Сатана отец лжи он лжет когда он говорит, он говорит свое, то есть у него всегда есть, что тебе сказать у него всегда есть, как тебя обмануть я бы много мог примеров говорить как Сатана лжет ну например знаете, мы приехали были в одной церкви это в другой стране в бывшей республике нашей, и мы разговаривали с там братьями, и они говорят а вы знаете, что Иисус был больной я всякое слышал я слышал, что Павел был больной но чтобы Иисус был больной я слышал первый раз и мы говорим мы не поняли, кто был больной Иисус был больной нам говорят мы говорим, погодите как, с чего Иисус был больной ну написано же муж скорбей изведавший болезни мы говорим так погодите это было на кресте да, на кресте он взял на себя немощи и болезни он был мучен за нас да не, 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 погодите а написано же что хотя ему было 33 года ему давали 50 лет помните там местописание тебе нет еще 50 как ты видел Авраама то есть а если бы Иисусу было 50 он бы видел Авраама да Авраам уже несколько тысяч лет тому как умер а тебе Иисус вот было бы 60 ты бы видел Авраама то есть тоже у иудеев иногда там клинило что-то и знаете нам сказали Иисус был настолько больной что он не выглядел на 30 лет он на 50 выглядел понимаете я всякое слышал но чтобы Иисус был больной старец который еле-еле ходил по Галилее его там на апостолах на тележке катали во воображении ну вот таких христиан Иисус такой был ему говорят Иисус пойдем там нас ждут он говорит погодите что-то меня лихорадит понимаете люди в это верят то есть дьявол берет места из Библии ему удается обманывать даже христиан и они говорят чего ему удивляться что мы больные сам Иисус был больной а ты тут удивляешься что ты больной да ничего удивительного ты больной еще умрешь от этой болезни я не знаю дорогие я лично верю что ранами Иисуса мы исцелены я верю что Он взял на Себя наши немощи и болезни я верю что Он пришел для того чтобы дать жизнь с избытком я верю что Он любящий благой отец долготерпеливый и я никак не верю что Иисус был больной и когда Он висел на кресте Он сказал слава тебе Господи отмучился а то радикулится всем меня разбил уже его одно достало его достали люди помните Он говорит род неверный развращенный доколе буду терпеть вот люди его достали но не болезни и таким образом дьявол лжет он обманывает не просто неверующих у неверующих вообще Бог века сего ослепил умы они ходят как ежики в тумане они ничего не видят она же мы ехали с детьми по лесу на машине и было темно и у нас были включены фары и мы едем на машине и я выключаю резко фары и сплошная тьма ничего не видно понимаете и ехать невозможно я говорю детям вот так живут люди в этом мире я включаю фары и становится хорошо светло все видно я говорю а вот так живем мы дети Божьи потому что священное писание говорит что Господь наш свет то есть его оружие это ложь он обманывает он лжец он искусный лжец он делает это хорошо искусно он даже Иисуса пытался обмануть да ведь он сказал поклонись мне Иисус и я отдам тебе все царства земли всю власть тебе отдам что думаете Иисус сказал классно дьявол вот ты справедливый парень нет Иисус знал натуру дьявола он знал что он лжец и ничего он ему не даст и по хорошему с ним не договориться его надо только сокрушать ему надо наступать на голову с ним невозможно заключать сделки потому что он лжец и он отец лжи ему нельзя верить и поэтому Иисус все делал как положено он говорил не дьявол написано Господу Богу поклоняясь и ему одному служи следующее что сатана использует это обольщение это обольщение что такое обольщение обольщение это ложная надежда да ведь чтобы добиться чего-то от тебя чтобы добиться чего-то от тебя человек может тебе наобещать наговорить красивых слов красивых фраз как лиса обольстила ворону да и каркнула она во все вороне горло и с ним была плутовка такова да ведь то есть обольщение это ложные обещания ложные надежды это то что делает дьявол он искусный обольститель и сегодня это он использует против христиан то есть сегодня говорят знаешь у меня есть для тебя быстрое решение всех твоих проблем быстрое решение тебе надо найти помазанного служителя у которого особенное супер-пупер помазание если ты туда придешь он возложит на твои руки и все твои проблемы закончатся вообще но знаете если мы читаем Библию Библия показывает что есть другой путь и мы думаем что есть какие-то скорые решения есть какая-то кнопка которую ты нажал и у тебя все в жизни стало хорошо в семье стало все хорошо вот кто понимает что в проблемах бывают проблемы бывают в семьях в отношениях между мужьями мужьями и женами да ведь и порой для этого надо приложить какие-то усилия чтобы они решились и это сегодня проникает и потом люди разочаровываются говорят мне же обещали как как так то есть обольщение давайте посмотрим с вами местописание 1 Тимофея 4.1 дух же ясно говорит что в последнее время отступят некоторые от веры внимая духом обольстителем и учением бесовским то есть священное писание говорит что в последнее время будут высвобождены духи обольстителя да что они будут делать они будут обольщать в людей людей и они будут сеять какие учения бесовские то есть мир этого не понимает но есть не просто учения есть учения бесовские за которыми стоят не просто какие-то там люди а стоят бесы и поэтому священное писание призывает нас быть очень внимательными все испытывайте хорошего держитесь да ведь чтобы не быть обольщенными потому что ну по сути весь мир лежит и так у ног сатаны ему нужен ты и я ему надо чтобы я перестал проповедовать чтобы вы перестали проповедовать другим ему надо чтобы вот ребята прославляющие перестали играть и поэтому вот эти обольщения они приходят и сегодня христиане обольщаются и говорят церковь не нужна вообще все просто все очень просто да и всякие сегодня ветры задувают и фестинам 4.14 давайте прочитаем дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучений по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения священное писание говорит что у дьявола обольщение это вообще искусство вот дьявол настолько хороший обольщитель у него это доведено до уровня искусства он обольщает царей он обольщает мудрецов он обольщает христиан и что же нам делать чтобы мы не были обольщенными что нам делать священное писание говорит что нам делать самое первое не оставаться младенцами дабы мы не были больше младенцами сегодня к сожалению ну младенчество это какой-то такой церковный вирус люди приходят остаются младенцами во Христе помните Павел приходит к ним и говорит вам давно уже пора стать учителями а вы все еще младенцы да ведь то есть вот младенчество это проблема это проблема того что люди попадают под обольщение вот когда мы перестаем быть младенцами мы начинаем разбираться в священном писании мы начинаем изучать его внимательно то тебя уже не так просто будет обольстить почему сатана не мог обольстить Иисуса ведь он же обольщал его да ведь он пришел и говорит я тебе все царство дам да потому что Иисус очень хорошо знал слово он сам был словом и он сказал знаешь что сатана ты поищи кого-нибудь другого на свои фокусы но я тебе скажу я не буду прыгать с крыла храма я не буду из камней хлеб делать я не буду тебе поклоняться потому что я знаю кто ты есть и тебе меня не обольстить вот когда мы младенцы мы попадаем под разное обольщение второе что говорит священное писание не увлекаться разными ветрами учений то есть сегодня столько учений открываешь интернет и такое учение и такое учение и такое знаете и мы самостоятельно библию читать перестали это как я разговаривал в Каменске с одной женщиной в библиотеке и она говорит мы разговаривались и я начал проповедовать она говорит ну я верующий я православный я говорю а вы библию читаете она говорит нет не читаю я говорю как не читаете вы же верующая то есть для меня как для христианина было непонятно как человек верующий не читает библию это похоже нормально вот я говорю а как вы тогда ну зачем я приду в церковь мне батюшка скажет куда свечку поставить куда то куда все поэтому мне библию читать не надо и когда мы остаемся младенцами вот мы попадаем под разные ветра учения смотрите еще одно место прочитаем 1 Петра 2.2 как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение то есть чтобы нам не оставаться младенцами нам надо возлюбить Божье Слово чистое словесное и от него мы возрастаем во спасении понимаете невозможно возрастать без Божьего Слова невозможно возрастать если у тебя Библия покрылась пылью невозможно и тогда приходит обольщение на нас и тогда мы подхватываем всякие ветра учений и попадаем в разные проблемы потом разочаровываемся в церкви разочаровываемся в Боге разочаровываемся в людях почему да потому что хватаемся за все подряд Галатам 1.8 давайте прочитаем но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема то есть Павел говорит вот то что мы вам проповедовали благовествовали вот смело доверьте этому но если кто-то придет и будет проповедовать не то что мы проповедовали да будет анафема даже если я приду к вам опять и буду проповедовать вот не это да будет анафема то есть почему дьявол знает что вот здесь сокрыта истина и поэтому мы увидим как на протяжении столетий десятилетий Библию запрещали запрещали читать простым христианам говорили вам только могут читать вот священники читали на непонятном для людей языке у нас в стране ее запрещали и достать Библию было невозможно почему да потому что дьявол знает где есть священное писание там есть свет там есть истина и людей уже трудно обольстить почему потому что истина делает свободными и познайте истину и истина сделает вас свободными невозможно без истины быть свободным если сын человеческий освободит то истинно свободны будете от чего свободны от князя этого мира от князя этого века от бога века сего поверьте я бы никогда не освободился от его господства в своей жизни если бы один день я не услышал священное писание я бы так и оставался в этом мире под его господством был бы рабом греха ничего сверхъестественного не произошло просто мне начали рассказывать Библию я просто поверил в нее я начал ее читать я начал возрастать и все в жизни начало меняться это процесс ты не станешь не перестанешь быть младенцем только потому что кто-то на тебя возложит руки понимаете это может дать тебе какой-то толчок но дальше ты должен возрастать и тогда вот эти демоническая ложь демоническое обольщение оно не сможет ничего нанести тебе никакого вреда никакого урона потому что у тебя будет мудрость от бога у тебя будет ум христов понимаете понимаете о чем я говорю многие проблемы потому что ну мы сами так поступаем мы сами верим лжи мы сами попадаем под обольщение это и это наша проблема понимаете не бог в этом виноват священное писание говорит что нам во христе даровано все потребное для жизни благочестия все абсолютно все нам надо научиться этим пользоваться нам надо научиться в этом жить и тогда ни одно оружие сделанное против нас не будет иметь успеха понимаете о чем я говорю это это очень важно это как объяснить что это очень важно ну поверьте это очень важно у меня время по сути вышло да уже уже половина ну хорошо я попрошу еще несколько служений хорошо давайте мы тогда встанем и помолимся потому что ну порядок есть порядок Библия покрылась пылью просто придите домой стряхните пыль откройте Библию и начните ее читать если вам что-то непонятно придите в домашнюю группу и спросите лидера я не понимаю вот этого местописания объясни мне пожалуйста если он вам объяснить не может придите еще к кому-то и скажите объясни мне как это понять я не могу понять любит меня Бог или нет прощает меня или нет начните возлюбите чистое словесное молоко поверьте дьявол сделает все чтобы ты не дотянулся до своей Библии ты только соберешься читать Библию и вдруг ты увидишь мусор на полу и захочешь пропылесосить и в конце дня скажешь опять не почитал опять не получилось Анна Леуя Анна Леуя Господь всемогущий мы благодарим тебя за твое слово мы благодарим тебя за твою истину через которое ты открываешь нам реальность духовного мира через которое мы познаем все замысы дьявола мы благодарим тебя что ты просвещаешь нас Господь что ты вооружаешь нас твоей истиной Господь мы верим Иисус Христос что ты пришел для того чтобы разрушить все дела дьявола выпустить измученных на свободу мы верим Господь что ты пленил плен дал дары человекам мы верим Господь что ты сокрушил власть сатаны и ты дал нам власть наступать на все его силы тьмы мы верим Господь что ты дал нам все оружие Божье которым мы можем сокрушать замысы дьявола и мы молимся Отец Небесный во имя Иисуса Христа чтобы нам не оставаться младенцами чтобы нам не увлекаться разными ветрами учений чтобы мы могли различать всякую демоническую ложь и всякое его обольщение чтобы мы могли противостоять ему твердой верой и мы могли возрастать во спасение сохраняя свои души для Божьего Царства мы благодарим Тебя Господь что Твоя благодать укрепляет нас в этом благодарим Тебя Господь что мы не одни Ты за нас Ты воюешь Господь Твои ангелы ополчаются вокруг боящихся Тебя мы благодарим Тебя Господь за церковь Твою которую Ты поднял как столб и утверждение истины и мы молимся Господь чтобы на самом деле церковь она была таковой мы молимся чтобы церковь оставалась столбом и утверждением истины молимся Господь чтобы церковь продолжала нести Твой свет Твое Евангелие разоблачает дела тьмы во имя Иисуса Христа Господь мы просто благодарим Тебя мы благодарим Тебя Господь что Ты сделал нас своим храмом Ты наполнил нас Твоей силой Ты наполнил нас Твоим светом благодарим что сегодня мы можем наступать На голову дьявола Потому что Ты с нами Ты посадил нас, одесну и себя на небесах Благодарим и славим Тебя, Господь Всемогущий И я молюсь, Отец Небесный За каждого человека на этом месте Господь, просто просвети очи каждого сердца Просвети, Господь, чтобы Твой свет сиял в каждой жизни И дьявол не мог никому нанести ущерба Господь, пусть Твоя истина больше и больше открывается Познается Твоя любовь, Твоя власть, сила Твоя благодать и Твое милосердие Во имя Иисуса Христа, Господь Чтобы не нанес нам ущерба сатана Но мы прославили Тебя во все дни нашей жизни Мы были тверды и непоколебимы в нашем уповании на Тебя Всемогущий, Господь Мы благодарим Тебя, мы славим Твое святое имя Небесный Отец, Сын и Дух Святой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»